Знакомая комната, когда-то я сидел, правда, против Кубани играл. Ну, во-первых, поздравить болельщиков всех и присутствую с победой хорошую. Спартак, это команда топовая. Если брать комментарий к матчу, два дня мы работали на психологии, в первую очередь, это раз. То есть мы мешали ребятам, что они умеют играть, тем более на самом деле. Эта команда играла в Европу. И то место, в котором она сейчас находится, это, как сказать, не наше место, не Кубани место. В трой момент мы по тактике два дня занимались, работали много и на поле, и в теории проводили, и собеседование. Сломать структуру игры Спартака. То есть не садиться, как многие команды в оборону, а наоборот активно играть, пессинговать, заставить их ошибаться, изматывать. Насколько хватит сил, конечно. Для меня это был вопрос, я не знал еще, что, какое состояние физическое. Если бы параметры, на две трети выдержали физически. Ну и сумели сломать инвеструктуру, на самом деле Спартака не дали им возможность комбинировать. Это много. Ножи были какие-то мощные, плотные, с высоким прессингом. Пространство появлялось, ответные атаки быстрые. То есть молодцы ребята, что все это выполнили. Практически на 98%. Все четко. Да, были потери, были невынуждены ошибки. Но это футбол, тем более Спартак. Ну и, так как все получилось, хороший матч победы. Мы тактически отработали, высокий прессинг, давление. Мы сместили в трех инсайдов. У нас не было сегодня крайних объектов. То есть мы нас среди людей насытили. Два дня много работали, водили за руки, тренировались. Обыкновенная тактика, тактика. Сегодня она сработала, а завтра будем думать дальше. Два часа назад вы выбили комбинации. Нет, нормально выглядело. Война начала, война начала. Скажите, Кубань действительно нормально готова? Я что Кубань не знаю. С 2010 года играет 7 человек. Когда я боролся из Кубани за высокие места. Мы не боролись в Краснодаре тогда. Ну мы, потому что я не чувствую о этой команде, Краснодаре. А я сам человек с тех, кто играет. Калитик у меня играл, Берлик у меня играл. Берлик у меня начинал, я много ребят знаю. Почему? Я знал, куда шел, знал, что есть футболисты колесированы. Какие проблемы? Камикадзе, я не знаю каких слов. Я знаю футболистов. Я знаю очень хорошо, поэтому они качественные футболисты. Это нормальный состав. Да, может быть, не хватает, может, количество. Но это не хватает, потому что травмированный несколько человек. Так что мы не будем сейчас рекламировать, говорить о Боршане, Павличенко. Если бы они были в хорошей форме, они, конечно, помогли. Поэтому нормальный состав, боевой, молодежь хорошая. Об этом нет смысла говорить, потому что все. До января ничего. Поэтому все, спокойно работаем, не акцентируем, не больных. Букур вот-вот уже готов, скоро работаю в общей группе, я надеюсь. Маршайн, надрыв. Павличенко тоже пока проблемы есть. И кто еще? Клисов заболел. Температура. У нас вариантов не было. Ну, Арсена, я знаю, еще молодой мальчик, мне очень нравился Владикавказин. Тогда я за ним следил уже. Я знаю, что он умеет играть. Только нужно поднять его в психологию, в основном качестве мужчины, ну, больше мужских качеств, по крайней мере. Ну, и подготовить, как надо. Я считаю очень хорошие данные таких быстрых, мобильных, агрессивных футболистов не так много в стране. Субтитры подогнал «Симон»